В период пандемии медработники не остаются с проблемами один на один. Медперсонал и общая обстановка находятся под непрерывным контролем администрации. Недавно на сумму около 300 тысяч рублей поступила благотворительная помощь для Тихорецкого провизорного госпиталя и Белоглинской центральной районной больницы. На сегодняшний день поддержка продолжается. 1 декабря в день рождения партии «Единая Россия» депутат законодательного собрания края Жанна Беловол встретилась с руководством центральной районной больницы. Исполняющий обязанности главного врача Игорь Сырых и заместитель по медицинской части Татьяна Перминова провели для депутата экскурсию по новому корпусу поликлиники. Во встрече с краевым парламентарием принял участие глава района Александр Коклин, заместитель по социальным вопросам Светлана Парахина, депутаты совета района. Все понимают, что помощь нужно оказывать в здравоохранении, не бросать их один на один, тем более в сегодняшней ситуации. Поэтому уже был организован сбор с помощью Тихаревского госпиталя. Начали помогать нашей системе ЦРБ. Предоставили два автомобиля из парка администрации района. Один предоставил герой Туракубани Дачин Сергей Георгиевич. Я надеюсь на то, что и другие будут присоединяться. И главы крестьянско-фермерских хозяйств, и руководители других предприятий, мы видим, что депутаты законодательного собрания края и депутат Государственной Думы Езовы Алексеевич с нами. Поэтому мы чувствуем эту поддержку, постараемся оправдать это доверие. Жанна Беловол приехала не с пустыми руками. Чтобы поддержать медицину в непростое время, в подарок больнице Жанна Викторовна привезла две коробки с защитными масками. Поблагодарила медработников за их нелегкий труд. Большое слава и благодарность и вам, уважаемые врачи, вашему лицу, всему коллективу, всему коллективу белоглинских врачей и вообще всех врачей. Потому что, как никогда, когда мы в те тихие наши, спокойное, прекрасное время, в которое мы жили, мы просто там планово или не планово обращались и нам помогали. А когда сегодня такой поток обращений, низкие вам поклоны нужны за то, что вы сегодня делаете. И мы сегодня хотим сделать небольшой подарок, небольшой вклад в это доброе дело. Мы вам привезли маски, привезли с учетом того, что вы распределили все папы, воплы. Ну как вы посчитаете нужны, распределились по хозяйству. Пусть это будет маленький вклад, но мы хотим тоже это сегодня сделать просто как благодарность вам за то, что вы есть в нашей жизни и за то, что вы нам сегодня помогаете. Исполняющий обязанности главного врача поблагодарил депутата за помощь и теплые слова поддержки. Встреча запомнилась еще одним важным событием. Для более оперативной работы в период пандемии три автомобиля повышенной проходимости переданы в автопарк центральной районной больницы. Учитывая возникшую санитарно-педемиологическую ситуацию, возникновение новой коронавирусной инфекции. В Белоглинском районе возросло количество вызовов от врачей-терапевтов на дом. Когда вызовы соответствуют, там 17-20 было, мы как бы справлялись своими силами. Ну вызовов становится уже до 50-60 и терапевты физически не успевают их обсудить. Администрации муниципального образования Белоглинский район было предоставлено в пользование два автомобиля. И Сергей Георгиевич Данчин выделил еще автомобиль Нива повышенной проходимости для обслуживания вызовов на дому. Теперь с обслуживанием вызовов у нас проблемы. Как бы все вызовы будут обслужены в течение 24 часов. По информации Игоря Сырых, машины направят на нужды поликлиники. Обслуживание вызовов на дому.